Всем привет! И в этом видео я расскажу, а главное покажу, как сделать дробовик из метро 2033. Погнали! Для начала нарисуем небольшой чертёж под масштаб лего-человечка. Я брал за его основу по длине и ширине обычное лего-ручтё. Оба ствола нашего дробовика мы сделаем из стержня от ручки, желательно не пишущей, потому что не могут остаться чернила и испачкать вашу работу. К сожалению, на стержне этой ручки есть выпирающий текст, который нам придётся стереть, иначе наши два с половиной будут вкладками. Но наш стержень не подходит по ширине, поэтому мы разрежем его при помощи плоскогубцев, предварительно отделив наконечник. Кстати, в нём могут ещё остаться чернила, так что будьте осторожнее и не покрасьте себя. Тот конец стержня, что мы отрезали, сейчас стал не очень-то ровным, поэтому мы выравниваем его при помощи бруска или наждачной бумаги. Ну что ж, стержни готовы, осталось сделать только комплектующие детали и покрасить. Их, кстати, мы будем изготавливать из, наверное, всем известной полимерной длины. Начнём, пожалуй, с самой массивной детали этой конструкции, с приклада. Я его делаю на основе приклада обычного лужья из лего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что же, наши заготовки готовы. Детали запеклись и пришло время их склеить. И следующий немаловажный этап – это покраска. Будем красить наш дробовик акрилом, палитрой всего лишь из двух цветов, а именно серого и коричневого. Сейчас он выглядит как новенький, но так как это всё-таки метро, добавим небольшой эффект грязи и ржавчины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова